Пятого, шестого декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. В нем участвовали войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов. Час расплаты настал. Неудержим был наступательный порыв наших воинов. Успешно продвигаясь на Юго-Запад, войска Калининского фронта 16 декабря освободили город Калинин. Частями Западного фронта были освобождены Клин, Рогачево, Солнечногорск, Волоколамск и другие города Подмосковья. Армии левого крыла Западного фронта нанесли поражение танковой армии Гудериана в районе Тулы. Ожесточенные бои шли весь декабрь. В конце месяца наши войска заняли Калубу. Освобождая поруганную врагом родную землю советских людей, красноармейцы воочию увидели, что нес с собой фашистский новый порядок. фашизм и культура понятия несовместимые. гитлеровцы уничтожали исторические, культурные ценности нашего народа. Разрушен дом Чайковского в Клину. Взорван собор Ново-Иерусалимского монастыря, творение великих зодчих Растрелли и Казакова. Сожжена усадьба Льва Николаевича Толстого. В комнате под сводами, где Толстой писал войну и мир, гитлеровцы устроили казарму. Осквернена в ясной поляне его могила. Фашисты похоронили рядом своих солдат. На полях Подмосковья был развеян миф о непобедимости гитлеровских армий. Разгром фашистских войск под Москвой стал залогом наших будущих побед. Части Красной Армии освободили 11 тысяч населенных пунктов и успешно продвигались вперед. Это было началом коренного поворота в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ